40 лет назад железная дорога пришла в Якутию. В строительстве Амуро-Якутской магистрали тогда участвовали 20-летние юноши и девушки. Молодые и амбициозные они стали первыми железнодорожниками республики. Рассказывает наш корреспондент Розалия Борисова. В мае 75-го года отряд из 15 якутян отправили в Тынду на стройку века. Среди молодых творцов истории оказался и Максим Габышев. Всесоюзное мероприятие тогда собрало тысячи студентов, амбициозных юношей и девушек со всей страны. С первых дней в лагере началась масштабная работа. Отряды строили мосты, отсыпали участки для прокладки железной дороги, возводили целые поселки. Через год работы якутианам предстояло освоить новые профессии. Три месяца учились с техниками, проходили курсы на монтёрах пути железнодорожников. Здесь мы уже сами самостоятельно, только якутиане, наш отряд, повёл уже эту железную дорогу. И где-то вот в октябре 75-го года, да, мы уже дошли до Нагорного. И там у нас была стыковка. Это золотое зено выложили на границе Амурской и Якутской АССР. Бойцы отряда якутских комсомолиц стали первыми железнодорожниками республики. Участники строительства Амура Якутской магистрали, как тогда его ещё называли Малого Бама, жили в палатках, ночевали в Глухой тайге. Но всё это не шло ни в какое сравнение с духом молодёжных посёлков. Девятого романтика, где люди находили друг друга и создавались целые семьи. Вот когда мы на Баму только поехали в мае месяце, вот в 74-м году, сразу где-то через две недели свадьбу там, ну не мы играли, а там молдаванин, молдавский отряд был. Там дом ещё не построенный был, просто настил был такой. Мы на этом настиле столы сколотили и свадьбу гуляли. Это уже начало. Вот после этого и пошло. Почти что каждую неделю так. Одним из таких торжеств стала и свадьба Августина Макаровой. Молодая девушка из далёкого Сунтарского района решила принять участие в строительстве новых посёлков и целых городов. Молодые были. Нам-то интересно всё было. Мы от Нагорного до Лапрей просек урубили наравне с ребятами. Самое такое светлое воспоминание для меня. И даже сегодня, по прошествии четырёх десятков лет, якутские комсомольцы активно поддерживают связь друг с другом. У нас бамовцы живут в Якутске многие. Мы в WhatsApp переписываемся каждый вечер. С работы прихожу и мы садимся, общаемся. И в преддверии юбилея сорокалетия, с момента прихода железной дороги в Якутию, все бамовцы ждут встречи друг с другом. Но помимо этого, у каждого есть одно заветное желание. Ну вот хочу поехать по той дороге, к которой мы пришли. Но уже не пешком, а на железнодорожном вагоне. Так-то мы же там сел пешком, ну то есть просек и рубили. А сейчас по той дороге, которую мы заложили. Это мечта. Розалия Борисова, Галина Якимчак, Василий Соловьев, Анбакасаха, Якутск, Нерюнгре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова